Всем привет, друзья и гости нашего канала! У нас сегодня хорошая погода, немножко пасмурно, обещают дожди. Обещали еще сегодня ночью, но не было дождя. И сейчас тоже нет дождя, но мы очень надеемся и верим на то, что все-таки будут дожди у нас. Мы сейчас едем с Халилом в Адану, в аэропорт. И вот, будем встречать его младшую дочь. Она учится в университете в Стамбуле, у них начались каникулы. И она приезжает домой на каникулы. Каникулы продлятся до конца сентября. Вообще, она хотела сегодня маме сделать сюрприз. Вообще, она должна была приехать 18 числа, но приехала сегодня. Мы ее сейчас третьим отвезем к старшей дочери Халила. И оттуда они все вместе поедут к маме на работу и ее обрадуют. То есть, мама не знает, что она приезжает сегодня. Думает, что она приедет 18-го. Будет очень рада. Дочка Халила учится на факультете иностранных языков. Изучает английский язык. Также на ее факультете нужно выбрать и второй язык изучения. Значит, у нее был выбор, корейский или русский. Она сначала хотела корейский, долго сомневалась, но потом все-таки выбрала русский. Так что скоро она будет знать русский, и мы будем общаться с ней на русском языке. И так, дорога на Адану. Мы уже ее показывали, кто смотрит наше видео. Такая хорошая дорога, красивая. Вся в цветах. Очень много пальм. Гор. Расстояние 80 километров от Мессена до Адану. По времени где-то час. С этого аэропорта, куда мы едем сейчас, мы также летаем в Украину. Но мы летаем с пересадками. Аданас-Стамбул и Стамбул-Запорожье. Но вот Халил смотрел новости, что к концу этого года откроется аэропорт международный, огромный, который будет находиться между Адану и Мерсином. То есть нам уже не нужно будет тогда ехать в Адану, чтобы лететь в Стамбул. Ждем открытия уже скоро. Вот такие красивые олеандры. Я очень люблю ездить на машине. Особенно на большие расстояния. Так вот включишь музыку, едешь и кайфуешь. В другой город, например, далеко, куда-то мне очень нравятся далекие поездки на машине. Люблю также ездить за рулем. Но здесь как-то, в Турции, я особо не езжу. Здесь мы всегда с Халилом вместе. Поэтому Халил за рулем. А в Украине постоянно была за рулем. Тем более мы живем за городом. И мне нужно было ездить на работу. И каждое утро и каждый вечер за рулем, на работу. Классно было. Едешь, включаешь музыку и кайфуешь. Дождь пошел. Так классно. Нет этой жары. Такой запах дождя. Мы так счастливы. Потому что у нас очень редко бывают дожди. Дожди в основном бывают зимой. Очень большие ливни, ветра. А летом вообще дождей нет. Поэтому для нас дождь это счастье великое. И сразу температура упала. Мы выехали из Мерсена. Было 28 градусов. А здесь уже почти подъезжаем. Когда нет, 23 градуса. Потому что дождь. То есть пошел, температура упала. Мы уже приехали в аэропорт. Самолет дочери уже прилетел. Сейчас она будет ждать свой багаж. А мы ищем парковку. Паркинг. Машин много. Встретили мы уже дочку Халила. Халил боится. Говорит, вытирай давай колеса, чтобы не вымазала машину. Дождь, немножко был дождь. Уже сейчас дождя нет, солнышко. Привет. Привет. Стой, стой. Леру, стой. Стой. Дур, дур. Стой. Привет. Меня зовут Янсо. Я живу в Мэрсне. Молодец. Умничка. Молодец. А мы сейчас пойдем в кафе. Потому что в самолете не кормят. А Джан Су хочет кушать. Сейчас пойдем. Она покушает. А мы кофе попьем. И поедем дальше. Сейчас посмотрим, что можно здесь перекусить. Ааа, гамбургер. Ну, там бургер. Нет, там бургер. Вот, вот кейк. Вон кейк. Вон кейк. Вот, мейвели. Мейвели. Ищем. Купили мы такие вот кейки. Больше ничего не захотела. Джан Су. Вечером, говорит, сестра сделает еду. Будем кушать уже вечером. Чтобы не перевивать аппетит. Так что сейчас мы кофе. Халилом выпьем. Коммайда, даду. Соскучился. Соскучился. Давно не видели. Все, мы уже уезжаем с аэропорта. Попили кофе. Едем в Мерсин. И в Мерсине встретимся со старшей дочерью в городе. И с ее семьей. У нас дождь такой начался. Это просто. Пока ехали, я уже выспалась. Спала. А потом проснулась от того, что дождь стучит по стеклу. Вот такой вот дождяк. А там в горах вообще. Сильный дождь. Все потемнело. Мы уже приехали. Встретились на парковке все. Девчонки. И самая маленькая наша девчонка. Стесняется. Уезжаем мы уже с паркинга. Отдали младшую дочь Халила старшей дочери. Они уехали к маме. А мы сейчас поедем где-то покушаем. Потом попьем кофе. Как сегодня классно, не жарко. Пасмурно. Супер. Чуть-чуть вам города покажу. Это район Мейзет-Леон. Очень большой, огромный район. Наш район тоже относится к Мейзет-Леону. А к Денису. Везде такие красивые дома. Пальмы. Хорошие дороги. Сейчас выезжаем на центральную дорогу. Нам еще нужно в магазин зайти. Купим хлеб, молоко. А вот туда дальше, по прямой. Вот там вот море. Такой вот огромнейший район. Здесь и сети госпитал, и стоматологические клиники, магазины мебельные. Все-все в этом. Все-все в Мейзет-Леон. Вот мечеть какая красивая. Мегросы, бимы, ас-то-оди. Огромнейший район. Магазины вещей, рестораны, тантунни-шопы. Все-все в Мейзет-Леон. Также набережная Вранчейер, куда мы ходим, там где вот кафе, много кафе. Черри Хаус, где вы, наверное, слышали, я все время говорю, Черри Хаус. Это тоже относится к Мейзет-Ле, это набережная. Сейчас пойдем и сюда, вот поедим ДНР. Здесь очень вкусный ДНР. А потом поедем, наверное, на набережную куда-то в кафе. Зашли в пекарню, сейчас купим хребтал, белый. И, наверное, вот это вот я люблю, как халва внутри. Вот это вот яблоко внутри, вкусное, как корзинка внутри яблока с орехами. Сейчас посмотрим. Я хочу вот эти вот рулетики с шоколадом внутри. А Халил любит выпечку с яблоками. Сейчас мы как они. С яблоками и шоколадом. Девушка говорит, все с яблоками. Видите, сколько всего рай для сладкоежек. Для сладкоежек. Днём в голову. Такая огромная пекарня. В каждом районе есть пекарни в Турции. Во всех городах, в каждом районе есть пекарни. В магазинах турки не любят покупать хлеб, потому что он не свежий. А в пекарне очень свежий хлеб. Они сами пекут здесь в пекарне. И вот эти вот сладости, все печется в пекарне. Все свежее. Вот такое вот блюдо принесли мне. Это из кембер ДНР с рисом. А Халил будет есть в хлебе. В хлебе с ДНР. Ну что сказать. По дороге из-за ДНР в Мерсин был сильнейший ливень. А потом при въезде в Мерсин тоже был ливень. Заезжаем в Мерсин, просто ни капли дождя не упало. Я уже говорю, Халила, ну какой-то заколдованный город. Что это за город такой? Мы ждём дождя. Умираем от жары. Дождя просто нет. Заколдованный всё. Вот кто живёт в Мерсине, вот этот магазин Депо. Очень хороший магазин. Одежды. Мне нравится. Там есть неплохие вещи. Можно, неплохой выбор. Можно выбрать. Более не менее хорошие вещи. А мы решили поехать на Марину. Долго думали, в какое кафе поехать. Решили на Марину. Всё-таки там очень красивые кафе. Там комплекс красивых кафе и море рядом. Поехали с нами. Поехали мы на набережную. Немножко вам покажу. Красота такая. Вы всё время спрашиваете, почему вы не ходите на море. Мы ездим на море. Почему? Просто ещё рано. Ещё как-то особо не купаются так массово. Где-то в июле уже будем ездить. И мы особо... Я же говорила в других вот видео предыдущих, что мы особо не любители моря. Ну, мы можем там, не знаю, пару раз ездить на море в сезон нам достаточно. Мы раньше жили в районе до УТП. И в этом районе прям вот наш дом и напротив море. И мы каждый божий день, наверное, от скуки, я не знаю, скучно было дома, например, там вечерами. Мы каждый божий день ходили на море купаться. Может, мы уже так накупались, наверное, за три года, что уже не хочется и на море выезжать. Поедем, поедем. Просто ещё как бы рановато. И у нас свои дела. И мы живём на море. Поэтому, знаете, это когда на отдых приезжаешь и бежишь как на работу на море. Каждый день утром встаёшь и бегом на море. А у нас что? У нас море постоянно рядом с нами. Мы можем в любой момент сходить на море, мы особо не болеем. Так что, поедем, ребята, поедем. Видите, какая красота. Вот это уже Марина начинается. С комплексом кафе, с детскими аттракционами. Красиво очень. Сегодня понедельник. Я думаю, что много людей не будет. А вот начиная вот пятница, суббота, воскресенье. Вообще все кафе забиты. Парковки забиты. Очень-очень много людей. Понедельник. А все парковки заняты. Просто приехали на парковку, всё занято. Еле нашли место. Вот все люди в кафе. Просто забитые кафе. Видите, как турки очень любят ходить в кафе. Здесь относительно недорого, можно сказать. Ну, как бы, цены. Можно ещё себе позволить кофе, чай, мороженое и так далее. Поэтому турки очень любят ходить в кафе. И ужинать, и завтракать. Как-то здесь это заведено. Молодцы. Сейчас везде будет музыка, и я не смогу вам поснимать. Видите, как красиво освещаются олеандры. Какая красота. Очень красивое место. Здесь кафе такое красивое. Яхты шикарные. Море. Какая красивая яхта. И люди сидят в кафе, отдыхают. Сейчас чуть-чуть пройдёмся. Поснимаем. Мы любим Марину. Классное место. Сюда приезжаются многие городов. На Марину посидеть в кафе. Погулять на набережной. Людей относительно немного. И сегодня, потому что понедельник. Ну, это и хорошо. Тут обычно столько людей не пройдёшь. Привет. Привет. Привет-привет. Привет-привет. Гуляем. Классная погодка. Сегодня не жарко. Вообще супер. Так хорошо. Столько рыбы в море плещется. Он видит, сколько рыб? Вам не видно. Здесь есть защиту. Здесь есть защиту. Если вы любите, то есть. Большая рыба будет. Мы будем делать. Вот фонтанчик какой красивый красивые пальмы освещаются очень красиво Олег говорит, что сейчас будет такой ливень он говорит, что так темно, что-то потемнело видите, все небо затянуло и здесь вот такой вот огромный фонтан но что-то сейчас он не включен и если вам видно вот здесь в центре такие вот железные лебеди они освещаются такими фонариками очень красиво это кафе Бисквит тоже неплохой на Марине но относительно новая здесь сюда много людей но сегодня вообще никого нет сейчас пойдем посмотрим там что-то новое открылось мы просто когда приезжаем на Марину как-то в эту сторону не ходим мы ходим в ту сторону к Мидпоинту сидим в Мидпоинте в другом кафе Мидпоинт называется а сюда как-то не ходим потому что мы сидим рядом с морем а здесь как-то в глубине находится вот этот новый ресторан то ли кафе открылся сейчас посмотрим видите какие красивые лебеди вот с этого ракурса вообще хорошо видно их классно как красиво магазин одежды а сверху ресторанчик это большой магазин Бэймен называется видите пустые столы сегодня нет никого обычно здесь вообще столько людей столов нет пустых но да вот это вот какое-то новое заведение открылось двухэтажное есть буини вот здесь вот суши продаются раньше этого не было ну по крайней мере я не видела может было и на втором этаже наверное просто это ресторан суши я так понимаю алкогольные напитки я вижу и здесь ресторан буини да здесь ресторан людей мало но люди сидят ужинают и здесь вот такой барчик я этого всего как-то не видела не знаю может оно было двухэтажное такие елки красивые но мы все-таки не изменяем мидпоинт да мы пойдем в мидпоинт здесь как-то скучновато не знаю тем более сегодняшний людей нет и фонтан не включен лебеди в гордом одиночестве там вот там получше в мидпоинте там вообще столько людей там по-моему что понедельник что вторник там всегда много людей в мидпоинт я не знаю как-то как-то ай ну так алина говорит пошли в первое кафе я уже не хочу не люблю я люблю мидпоинт а он почему-то любит первое кафе не знаю что ему там нравится вот наше любимое кафе такое не знаю почему и все люди идут сюда во всех кафе не особо много людей а вот в мидпоинте сюда просто полно людей и сейчас я думаю что столика возле моря мы просто не найдем какое-то такое знаете очень много цветов оно все утопает в цветах какое-то какое-то оно очень уютное не знаю мне мне очень нравится видите просто нет свободного столика уютно кошечки боже маленькие большие все люди стараются сесть вот там вот возле моря и видите свободных столиков просто нет вот здесь на проходе не очень хотелось посидеть сейчас поищем очень красивое кафе уютное ну что вам сказать видите все занято просто все занято с одной стороны столики с другой стороны очень красивый дизайн этого кафе рядом вот есть еще другое кафе Big Chef называется тоже неплохое но это как-то не знаю более красивее сейчас пройдемся туда но я вижу что там тоже нет свободных море как красиво как красиво нашли в другом кафе не в моем любимом но ничего тоже возле моря в принципе все равно что здесь боже сколько рыбы ребята вам просто не видно кишит кишит рыба видно не видно полно рыбы иногда я вижу вот так вот сидим и я вижу подходят коты и лапой прям вытягивают рыбу с моря я вижу лапой 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 вот слава стена поднесена музыка про хочется можно хоть что-то говорить знаете чтобы еще вот чем бы украсила вот этот стол свечками оставьте сюда красивую свечу цветы и будет такой романтик это новое кафе парадиза память дальше идет биг шеф и перед этим кафе никого не сразу так вот они друг к другу во всех кафе здесь продается алкоголь но цены ребята бешеные просто на алкоголь слава богу что мы не пьем как бы мы разорились как бы филип принесли принесли наш заказ халилу будет пить турецкий кофе как обычно я свой кофе я уже его почти выпила чаем закажем ну что друзья мы уже попили кофе чай едем домой наш вечер закончен спасибо большое что были с нами увидимся следующих видео до свидания